так вот у нас юпитер вылезает в кадр отлично 21 22 по Киеву в Харькове 26 июля 2020 года сейчас будет над нами пролетать МКС слева от юпитера последний спутник Европы что-то его на экране а ну вижу он поблескивает еле-еле дошертели а справа от юпитера спутники Ганимед и Калиста его сейчас спрятан за самой планеткой так ну давай быстренько посмотрим на Сатурн поэтому луна и может МКС получится удивительно как было облачно ветрено и вот под вечер как раз я в чате сидел ютубе жаловался на облачность выглянул за окно но у нас тут красота ну что камеру в руки и вперед ну ничего колечки видно хорошо все давай он сзади как раз летит МКС сейчас какая есть возможность снимем его штатив надо подымать уволеной валеной валеной мчит Ужасно неудобно, ужасно, неудобно на таких скоростях пытаться Надо снять его, извините, сейчас Натурально вертикально вверх снимаю Сейчас развернемся На 180 градусов Да, ровно над головой сейчас Дикое неудобное положение Выходи Проскакивает Сквозь кадр проносится Со скоростью 8 км в секунду Между прочим Извиняйте за такие дергания, ну что могу делаю Смотрите Смотрите Ну, видно, да, что это непросто оспитать. Дыхание затаил. Не на то навелся, да, можно. Даже далеко. Ну что, так даже вам, близко к горизонту, сейчас попробую, может даже с резкостью поиграться. Ладно, прекращаем это издевательство. Посмотри, какой чистый горизонт, уже практически в посадку залетает МКС, та вот уже и залетает. Все, долетел. Ладно, теперь самая простая, луна. Красавица. Оп, оп. Сейчас еще один дубль покороче, без МКС уже. Красота. Обалдеть, просто обалдеть от этих полетов на луну. Да, сейчас еще и штатив надо пониже опустить, чтобы его ветер меньше колебал. плывет в атмосфере земли, просто плывет наша красавица луна. Да, спрашивали вчера вот этот, в комментариях, что это за кратер на Терминаторе, где вчера он посмотрел или не нашел на что-то с пиптиком, вот с этим, как он называется, не знаю. Ладно, сейчас еще один дубльник сниму. А пока озвучим, что у нас сегодня 26 июля 2020 год, 2132 по Киеву в Харькове.